Я начинаю сегодняшнюю лекцию. Я хочу рассказать сразу, что после лекции я с удовольствием отвечу на вопросы, если вопросы будут. Газимир Северинович Малевич прожил по уточненным данным 56 лет. Как художник он состоялся, когда ему было 30 лет. Если бы Малевич умер до 30 лет, такого художника просто в истории искусства не было. И это удивительно, потому что мы знаем примеры, когда художники уходили из жизни в 26 лет, в 20 силы, и они оставались в истории искусства. Состоявшись в 30 лет как художник, он работал до 54 до 55. Два последних года он не работал, у него был рак, у него тяжело болен. За вот эти 25 лет, которые были ему отпущены, он сделал такое количество открытий, он произвел такое количество произведений, что по масштабу этот художник просто не имеет себе равных в истории отечественного искусства. И это не преувеличение, потому что, ну вот сегодня я буду вам рассказывать о Малевиче, изобретателе супрематизма, инициаторе супрематизма. А помимо супрематизма, это были великолепные работы первого крестьянского цикла, второго крестьянского цикла. Это были архитектоны, это была философия. Я публикатор текстов Малевича, и я публиковала приблизительно две трети того, что он написал. Это пентамов. Он оставил большое философское наследие, что странно. То есть, ну, как-то обычно люди об этом не знают, и, в общем-то, ну, что делать. Я издала книжку поэзии Казимира Малевича. Он писал стихи тоже. Он дал образцы архитектуры, которые оказали очень большое влияние на развитие архитектурной мысли. Он был педагогом, он был организатором, он был первооткрывателем. Вот дар первородства, который был отпущен Малевичу, он совершенно поразительный. Потому что спустя десятилетия после его смерти мы вдруг, так сказать, получили вот эти интерпретационные ключи к тому, что он сделал. А пока их не было, не было даже понимания и даже, наоборот, было, как вам сказать, ну, как бы неправильное истолкование того, что делал этот человек. Это касается реалистической живописи, о которой я сегодня говорить не буду. Он был самоучкой, потому что он родился в городе... Первый язык Малевича – польский, второй язык – украинский, третий язык – русский. И русский язык для него был языком, ну, как бы, высших сфер. Потому что первые художники, которых он увидел в украинском этом самом селении, они говорили по-русски. Это настолько его поразило, что он даже это отметил, что они говорили не по-русски. И вот эта вот многоязыковость, она существенна не только для его искусства, она существенна для его личности, для его индивидуальности. Он попытался поступать в Московское училище живописи в военно-исучество четыре раза. Четыре раза, четыре раза он не выдерживал вступительных экзаменов и вынужден был забирать документы. Он рано женился, его первая жена была Казимира, Казимира Ивановна. Он был Казимир Северинович, его жена была Казимира Ивановна. У них родились дети. И он, ну, он был старшим сыном в большой семье. У Малевича было четыре брата и четыре сестры. И он был старшим сыном. И это был такой мелкий чиновник в управлении Курской железной дороги. И все его мечты были о Москве. Прямо, вы знаете, вот такой маленький, маленький, маленький человек русской, русской литературы. И такой чековский этот самый такой лозунг, желание «Москву, Москву». Он в Москву переехал, когда ему было 20, ну, как бы переселился в Москву, когда ему было 28 лет. Я хочу вам сказать, что сам Малевич всю свою жизнь считал, что он родился в 1878 году. И только буквально там 10-12 лет тому назад было установлено, что он родился в 1879 году. То есть на год позже. И вы знаете, только вот потом, как бы, понимаешь, что странным образом это сыграло благоприятную роль в его судьбе. Потому что когда началась Первая мировая война, на фронт забирали, так сказать, вот его забрали на фронт в 1916 году, поскольку он рождение был 78-го, и там все более-более, как бы, взрослых людей забирали в армию. Если бы его год рождения был правильный, 79-й год, его бы забрали раньше. И неизвестно, чем бы все это закончилось. Ну, так сказать, вот в 1907 году он перебирается в Москву вместе с семьей. И с этих пор он ведет существование нищего человека просто. Потому что ни о чем другом, кроме искусства, он думать не может. Ему нужно задержать семью. Ему, ну, там, мать помогает, мать, там, сестры. Но он живет только на то, что он делает в искусстве. И к этому времени относятся несколько заказных работ, одна из которых совершенно удивительная. Я шучу, но это правда, что до сих пор у нас в Москве на Блошином рынке вы можете купить настоящего Малевича. Настоящий Малевич – это флакон духов, флакон одеколонной северной, который все знают. Это скала. На скале стоит медведь и смотрит в тайну. Вот этот флакон Казимир Малевич сделал по заказу фабрики фирмы Бракара в 1911 году. И просто я занималась историей этого флакона, потому что сама была совершенно поражена, когда узнала, что автор этого флакона Малевич. И совершенно, так сказать, удивительная вещь, что вот харизматичность дара, как мы затаскиваем это слово, Малевича, сказывается и в том, что делает такую работу флакон для одеколона дешевого. Он создал совершенно уникальную вещь. Этот флакон выпускался весь 20 век. Он выпускался в царской России, он выпускался в Советском Союзе и он выпускался уже после 1991 года. Он видоизменялся в том плане, что сначала у Малевича был флакон с каркелерами, сейчас это все химическое. Но он дусит, он настолько популярен, что на блаженном рынке продается не только флакон, но и крышка от флакона, где стоит медведь. И ни один флакон в мире не может сравниться по вот этой вот жизни во времени. И удивительным образом его автор Казимир Малевич. То есть он стал, знаете, он стал предметом народного искусства, потому что пословицы, поговорки, народные песни никто не знает, кто их автор. И это классика. Так вот этот флакон, он тоже вот такая, такая почти классика. Но прорыв в праздник... Да, вот я хочу вам показать вот эту вот работу. Это где-то 1908, вот такой вот, посмотрите, она очень смешная. Она, ну, почти дилетантская. Она с таким сатирическим подтекстом. Вот я и говорю о том, что вот если бы вот его не стало там в 1910 году, и остались бы такие работы внутри, это был бы курьез. Прорыв произошел около 1910 года, и дальше развитие Малевича идет просто семимильными шагами. Вот эта работа, это 1912 год, Ко-Ко-Сай, и это первый крестьянский цикл. И вы здесь видите и влияние иконописи, и влияние народного искусства, и влияние неопримитивизма, и влияние кубизма, потому что вот характерная черта кубистических портретов, кубистические произведения Пикассо – это треугольный нос. И у этого, у этого косаря вот этот вот замечательный треугольный нос. Ну, когда, так сказать, издевалась пресса над произведениями алангардистов, вот они говорили, что фигуры сделаны из железных труб, фигуры там из жестяных, из жестяных листов, так сказать, выковали. Сейчас мы, конечно, совершенно другими глазами на все, на это смотрим. И такая удивительная репрезентативность, и такая иконописность, и такая, ну, сила этой работы, ну, просто... Русские авангардисты – люди восприимчивые, и искусство переживает, ну, фантастический взлет. Вот, влияние французского кубизма и итальянского футуризма очень значительное. Но русские авангардисты изобретают такой синтетический вид, синтетическое направление в искусстве, которое они называют кубо-футуризмом. Слово кубо-футуризм, опять же, принадлежит Валевичу. Вот на протяжении какого-то времени, то есть не какого-то времени, всей его жизни, ему был отпущен удивительный дар в слове, так сказать, в слове выявлять сущность того, что он, в общем-то, делает. Это редкий дар, потому что художники, как правило, ну, в общем-то, они к этому не склонны и как-то не умеют этого делать. Но в случае Маклевича это поразительно. Он очень хорошо понимал, что новое явление в искусстве, оно должно иметь свое собственное название, свой собственный термин. То есть означающее должно быть абсолютно корректно связано с означаемой. Кубо-футуризм, здесь мы видим с вами, это так, как его работа называется, точенщик. И удивительным образом русские художники, они тоже, в общем-то, своеобразно интерпретируют этот итальянский футуризм, потому что итальянский футуризм, он нацелен в будущее. И, как правило, это самолеты, автомобили, то есть какие-то приметы такой развитой, как бы, техники и такая направленность в будущее. Русский кубо-футуризм – это точенщик, еще у Малевича там была христианка, еще у Малевича были плотники. То есть это какая-то такая, в общем-то, архаика в общественной жизни. Архаика в общественной жизни. Но вот это вот поразительное слияние нацеленного в будущее футуризма, кубистическое разложение форм, ритм, все здесь. И такая яркость, цветовая яркость, все это вместе – это кубо-футуризм. Однако около 1913 года начинаются очень важные процессы в таком, как бы, умозрительном измерении. Малевич очень близок с Алексеем Крученых, поэтом-заумником, с Михаилом Матюшиным, это человек, вокруг которого концентрировались, ну, такие новаторские, ориентированные художники в Петербурге. И речь идет о том, что искусство должно быть продвинуто, искусство должно быть новым. Вообще категория новизны очень важна для авангардистов начала века, приоритет, первородность открытия, все это очень-очень важно. Малевич – живописец, причем, мне, знаете, хочется сказать вам о его положении в художественной жизни. Дело в том, что очень многие художники, окружавшие Малевича, у них было образование, Малтового образования. Они обучались в Париже, они обучались у метров французского искусства. Малевич говорил с акцентом, у него был такой польско-украинский акцент. У него был высокий голос, что было странно. Он такой крепкий, коренастый человек был и говорил высоким голосом. И он был самоучкой не только в искусстве, он ничего, по сути дела, не заканчивал. Он закончил пятиклассное агрономическое училище. И то я не уверена, что он его закончил, но он написал в ракетах, что он закончил это пятиклассное агрономическое училище. И поэтому отношение к нему в художественной среде, оно было первоначально, как вам сказать, мало того, что ироническое, пренебрежительное. В мемуарах, которые Лорионов написал много-много позже, он вообще с удивительным пренебрежением говорит о Малевиче. И считает, что Малевич у него позаимствовал открытие беспредметности. Еще один, я забегаю немного вперед, его коллега по Государственному институту художественной культуры Павел Мансуров. Он, ему удалось эмигрировать в 1928 году, и он закончил свою жизнь, он уже был очень немолодым человеком, ему было около 8-10 лет. И в это время уже слава Малевича начинала греметь. И Мансуров говорил, это простой мужик, это вообще неотесанная деревенщина, о чем там говорить? То есть, вот даже на протяжении, вот, 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 десятилетий, как бы, будучи художником, вот, так сказать, оценка Валевича была такая. Вместе с тем, Валевич настолько всегда был поглощен тем, что, над чем он думал, что он хотел сделать, что, когда он это начинал объяснять, люди подпадали под обаяние его вот этой вот какой-то такой очень убедительной речи, даже те, кто его не любили. Николай Пунин писал в воспоминаниях, что Малевич убеждал с тем, там, так сказать, с таким напряжением, как проповедник. И что очень трудно было противиться тому, что он говорит, хотя они были противниками понимания искусства, по-моему, он был сторонником конструктивизма, Татлина, супрематизм и конструктивизм были абсолютно разные вещи, хотя зрительно это даже беспределенность. В 1913 году именно Малевичу, художнику, приходит в голову идея о создании футуристической оперы. Они противники традиционных, но, так сказать, они создают новые формы в очень традиционном виде искусства, каким является опера, которая соединяет, я не знаю, там, игру актеров, режиссуру, музыку, поэзию, движение и все-все-все-все. Малевич, так сказать, уговаривает, ну не уговаривает, они, идея принадлежит ему, они работают втроем, Матюшин пишет музыку, Курченок пишет либретто, Малевич делает костюмы и эскизы декораций. И это паразитное, это футуристическая опера «Победа над солнцем» была сыграна в Санкт-Петербурге в декабре 1913 года, 3 и 5 декабря. И вот эти спектакли, которые, ну там уже в конце 20 века их возобновляли и как бы реконструировали, но еще один спектакль был потом в Витебске в 20-м году, но вот эти два спектакля отбросили какую-то поразительную тень на весь 20 век. Малевич потом возводил рождение «Черного квадрата» к этой опере. И в каком-то смысле это было справедливым, я объясню почему. Я хочу, чтобы вы посмотрели на вот эти задники, эскизы декораций, и вот на вот эти вот замечательные костюмы, которые деформировали человеческую фигуру, они придавали неразительные жестикуляции, и самое забавное, что в моде в конце 20 века, ну просто я когда наталкивалась на вот эти вот тренды, когда с помощью одежды совершали метаморфозу человеческого тела, вот как мне кажется, это, ну никто, я не думаю, что там особо не было бы знали Мария Ильича, но вот эти вот вещи, опять же, первое дело Малевича в этих эскизах театральной декорации, продвижение в эти умозрительные пространства вызвали появление поразительных произведений. Сам Малевич первым направлением, первым течением, первым, я не знаю, измом Малевича в искусстве был феврализм, и об этом феврализме, честно говоря, просто до последнего времени никто, ну мы, в общем-то, мы не знали, потому что Малевич сам истребил его из собственной биографии, и я объясню, почему. Феврализм, так сказать, он объяснял, сам термин был возведен к его выступлению на дискуте «Бубнового аэта» в 1914 году, вскоре после вот этих спектаклей «Победа на солнце». Малевич написал, ну, в таком своеобразном манифесте, «19 февраля в 1914 году я отказался на публичной лекции от разума». Дело в том, что разуму Малевич инкриминировал все грехи, как бы, традиционной широкиси, потому что он считал, что границы искусства совершенно окостеневшие, жанры, все абсолютно окостеневшие, которые не имеют никакой связи с современностью. И для того, чтобы разломать эти границы, для того, чтобы расширить территорию искусства, вот нужно было доказать иллюзорность тех представлений, которые разум создает о жизни. Для этого все средства были хороши. Значит, зрителя надо было ставить в тупик. Зритель не понимал, каким образом на этой самой, на плоскости картины, вот существуют все эти предметы, какая между ними связь. Вот эта вот фрустрация была необходима для вот этой вот ломки вот этих окостеневших представлений. И опять же, первородство Малевича сказывается в том, что он выходит к поразительному жанру. Вот это жанр, ну я его называю словообразы, там, я не знаю, словообразы. Он несколько создает работ такого плана. Это совершенно смешные бытовые фразы, которые Малевич берет в рамку. И в этом шесте уже, так сказать, сказывается превращение какой-то совершенно обыденной вещи, ну, в артефакт, как мы сказали бы сейчас, такого слова тогда не было. По-разительным образом, это 1914 год. Ну, я напоминаю, феврализм, жизнь феврализма, это весь 1914 год до середины 1915 года. Тут я хочу обратить ваше внимание, опять же, на вот эти вот первородные открытия Малевича. Потому что знаменитый писсуар Марселя Дюшана – это 1917 год. И Марсель Дюшан очень хорошо понимал, так сказать, вот эту вот механику преображения бытового предмета в произведение искусства. Вы знаете, он взял писсуар, положил его на под, подписал его рмут и выставил. Это был скандал, его не захотели там выставлять, всё на свете. Но вот преображение бытового предмета в выставочном пространстве, вот этот механизм, очень долгое время, ну, как бы, как бы сказать, слава, открытие, это же оказало огромное влияние на весь 20-й век, приписывалось Дюшану. Паразильным образом, вот когда смотришь на вот эти вот вещи Малевича, ты понимаешь, что он понимал этот механизм. Потому что, конечно, это работа на бумаге, но это рамка. И в рамку вписана эта фраза. Ещё у него были фразы «Драка на бульваре», «Полёты в Перу», такого рода произведения. И это уже в конце 20-го века, во второй половине 20-го века, мы стали называть это концептуализмом. Потому что это чистый концепт. Но оказалось, что Малевичу и в этом всё тянуло. У него была поразительная ещё черта. Он что-то открывал, он практически шёл до конца, поставлял это позади себя и шёл совершенно в другом направлении. Вот следующую работу, которую я вам покажу, она известна стала в двух... Как он? Я её увидела в 1999 году, я публиковала её в 2000 году. И это, это можно сказать, что я глазам своим не поверила. Это архив Малевича в Амстердаме. Архив, который принадлежал выдающемуся русскому историку, русского авангарда Николаю Ивановичу Харджеву. И эта работа была весь 20-й век у него, но не весь 20-й век, там, в 1993-го года. И я так понимаю, что Харджев с его строгими представлениями, что такое поэзия, что такое искусство, ему даже в голову не приходила революционность этого акта. Малевич пишет слово «деревня», обводит его рамкой. А внизу пишет. «Вместо писания хат, уголков природы лучше написать «деревня», и у всякого возникнет она с более подробными деталями и охватом всей деревни». Вы понимаете, когда видишь там ближе к концу 20-го века вот эти вот произведения концептуалистов, и когда понимаешь, что Казимир Мальевич сделал это в 1914 году и оставил это, и мы не знали об этом, только в 2000 году мы это увидели. Когда ты видишь работу Джозефа Кошита, которая называется «Черный квадрат», знаете, это 1955 год, это «Черный квадрат» на белом поле, и на «Черном квадрате» написано энциклопедическое определение квадрата. 1955 год, это 1914 год, и об этом никто не знал. Ну смотрите, вот это вот заум, вот эта вот ломка границ расширения территорий искусств, оно с неизбежностью переносит развитие искусства вообще в сферы умозрения. Это и пластика, это то, что как бы мы, так сказать, можем увидеть, ну пощупать вряд ли, но увидеть. И в то же время это вещи, которые апеллируют к тому, что происходит в нашем восприятии, то есть, ну, даже в субъективном восприятии. И вот это вот удивительная вещь, к которой входит Мальевич, и это занимает у него больше двух лет, около двух лет. Он как, знаете, легко, ну, там, мне легко, когда я все знаю, ну, знаю, как, что, и я смотрю, и я вижу, как, так сказать, вот происходит вот это вот толкание, как происходит вот это вот какое-то движение в какую-то сторону, и я понимаю, что Мальевич этого не знал. То есть он двигался, он это называл интуитивный разум, хотя он был человеком, который очень потом осмыслял и артикулировал то, что он сделал, но в начале это было движение чисто интуитивное. Увенчанием феврализма была вот эта вот картина, которая долгое время, ну, она в русском музее, может, и сейчас она 13-м годом датируется, на самом деле это 1915 год. И, по сути дела, это манифест феврализма. И манифест, который не только говорит о том, что Мальевич, так сказать, хотел сделать, но она направлена еще и против каких-то таких господствующих трендов, трендов, направлений в актуальном для него искусстве. Я всегда говорю, что если бы Пикассо или Брак увидели эту работу, это называется «Корова в кубистической постройке», ну, как бы по этой самой. Они бы сочли эту работу таким барварским коперканьем вот того, что сделали они, потому что, ну, мы видим здесь скрипка, она, так сказать, как бы в кубистическом таком разложении форм, а скрипка это была просто королева кубизма, потому что ее формы же очень сложные были. И вот на ее формах было, так сказать, можно было полноценно отрабатывать вот эту кубистическую доктрину. Значит, мы видим здесь эту самую скрипку, и мы видим корову, которая, знаете, она просто пришла с вывесок. Она, есть вывески, где вот эти вот коровы просто один к одному. Малевич сделал надпись на обороте этой картины позже, но смысл этот он отработал с самого начала. Написано, а логическое сопоставление двух форм, скрипка и корова, как момент борьбы с логизмом, естественностью, мещанским смыслом и предрассудком. Малевич, 1911 год. Ну, вот здесь мы будем видеть вот это вот гуляние дат. Не буду вам говорить, почему ее датировали в 1913 году, но на самом деле это 1915 год. И это замечательно. Это доска, причем, если обратно, это, знаете, я просто догадалась, когда я смотрела на эту корову, а еще у Малевича две работы есть, которые одна называется «Туалетная шкатулка», а вторая называется «Станция без остановки» Кольцева. И я поняла, что он разломал для них этажерку, потому что, вы знаете, он всю жизнь очень бедствовал. Посмотрите, да, вот в углах, видите, вот эти круглые, эти самые такие штучки, ну, стойкие, этажерки проходят. Все три картины, все три деревяшки одного размера, и у всех у них есть вот эти отверстия. Так что это три полки одной этажерки, которые вот Малевич просто обессмертил. Паразительным образом, эта доска, она черная, буквы красные, здесь у меня черный, черный пиво слайд, да. И знаете, вот как Малевич ободотворяет даже мы, как это называется, устройство экспозиции, потому что я была просто счастлива, когда в 2000 году, это была очень большая выставка в Русском музее, Малевич и его круг, они ее экспонировали очень островно. То есть эта картина стояла в зеркальном боксе, и все было видно. То есть зеркально, ну, вы понимаете, да, отражение надписи в зеркале, оно будет в обратном, так сказать, в порядке, они сделали еще второе зеркало, где можно было это читать. Это инсталляция. И, опять же, оплодотворил. Это черный квадратер, не доведу. Так. Вот эта вот работа, я ее называю «Предпоследняя станция перед супрематизмом». Я знаю точно, когда она была написана. Я очень люблю знать точно, когда работа была сделана, потому что тогда ты понимаешь логику, и ты понимаешь движение. Это 1915 год, она была выставлена в мае в Москве, на выставке 1915 год. И здесь уже есть все, что через секунду станет супрематизмом. Здесь есть вот эти вот геометрические плоскости цвета. Они ничем не связаны, понимаете. Если в кубизме это все-таки кубистическое разложение форм какого-то реального объекта, здесь это просто плоскости. Фраза «Частичное затмение» она просто была для Валевича на вождении в эпоху феврализма. Вот здесь она дважды. Но мы хорошо видим частичное затмение. А в натуре видно еще, у него она идет, она перекрыта краской. «Частичное затмение» было в портрете англичанин в Москве. Вот эта вот фраза, я потом к ней вернусь, но поразительным образом. Знаете, как какой-то такой камертон, частичное затмение. И что мы видим? Мы видим репродукцию Моны Лизы. Работа, опять же, напоминаю вам, 1915 год. Она не была известна на протяжении всего XX века. Она хранилась у его ученицы, у Липорской. Ее только однажды выставили в 1980 году в Дюссельдорфе. Ее репродукции не было. Она только в 1991 году поступила в Русский музей. Почему я обо всем этом вам говорю? Потому что колоссальную карьеру Моны Лизы, Джаконды в искусстве XX века, опять же, возбудят Марселю Дюшану, который в 1919 году сделал знаменитый свой артефакт. Он перетисовал Джаконди усики, бородку и написал это фонетически произносимое французское выражение. У нее был гиза. И эта работа сейчас один из шедевров искусства XX века. Но ответ же Малевич это сделал раньше. И смотрите, что он здесь делает. Это настоящая репродукция. Репродукция Моны Лизы... О, Боже, ты мой. Моны Лиза переживала фантастический успех с 1911 года, начиная. Потому что, знаете, работу украли. Два года в Лувре ее не было. Считали, что она погибла. И поэтому Мона Лиза была всюду. Она была в песнях, она была на эстраде, она была в марикатурах. Мона Лиза стала иконой нарождавшейся поп-культуры, в которой она пребывает и по сию пору. Тогда ей было 500 лет. Вот недавно было отмечено ее 665-2005-2004, не помню. Малевич перечеркивает репродукцию Моны Лизы. Внизу он пишет эта наклейка, коллаж. Передается квартира. Потому что для него такой постоянный тоже литматик его творчества был, что искусство не создано для того, чтобы его эксплуатировали, его использовали. Искусство, сфера деятельности, творческой деятельности человека совершенно самостоятельное. Он писал, что дупло не создано для того, чтобы удодок жил в нем. И молоко, мы понимаем, что это молоко только в бутылке. А на самом деле, так сказать, это вещи существуют независимо друг от друга. Переда квартира — это вместилище. Ну вот по Фриду мы, конечно, понимаем, что все контейнеры, вместилища — это вот все что-то такое, во что что-то входит. Передается квартира — это значит, что старое искусство должно уйти. Он перечеркивает Мону Лизу, вот это вот, ну как бы, отрицает это старое искусство. И тут я хочу вам сказать, что поразительным образом Энди Воргл, наконец-то, ну да, сильно к концу XX века, это тот же механизм. Это человек брал документальные, так сказать, ну не фотографии, а вот эти вот поп-иконы, поп-иконы общества. И он преображал их с помощью раскраски, с помощью цвета и многие другие элементы. Вот Малевичу это было дано уже здесь, и это 1915 год. Напоминаю, это раньше Марселя Дюшана и механизм, который мы увидим потом в конце XX века. Малевич все еще думает, что это феврализм. Я показываю вам этот рисунок, здесь написано. Феврализм как эмоционизм. И это 15-й год. Он уже понимает, что нужно отказаться, то есть для него, что иллюзовность мира, закованного в предметы, которую мы знаем, которую мы узнаем, слишком, как вам сказать, сильна. Он считает, что он уже ее преодолел, так сказать, правильные геометрические формы. Но здесь еще, вот с моей точки зрения, присутствуют вот эти вот элементы видимого мира. Потому что мы, когда мы смотрим на эту линию, она все-таки ассоциативно может быть увязана с линией горизонта. Вот этот круг, который в этом черном небе, он тоже, знаете, конечно, это не прямые такие ассоциации, не обязательные, но все равно он напоминает все-таки какие-то светила. Вот эти вот птички, кавычки, как я их называю, они тоже, знаете, опять же, ассоциативно связаны с тем, как физики изображают разряды. То есть это пищи, которые существуют как бы вне малейвического представления об искусстве, они уже были раньше. Вот, они уже были раньше. Вообще я хочу вам сказать, что с начала 20 века самое большое развитие и такую удивительную силу набирают то, что называется энергетические концепции мироздания. Сначала это происходит в физике, потом это все, так сказать, не опрокидывается. Художники же люди фантастически чуткие. С моей точки зрения художники, они вообще в авангарде развития человеческой цивилизации. И вот это вот эхо, вот это понимание, что старый механический мир с причинно-следственными связями, вот эти вот все вещи, что это все начинает дребезжать, вибрировать и растворяться. Это, так сказать, вот происходит с художниками, с художниками начала 20 века. Малевич чрезвычайный чуток к этим самым вещам. Вот эта картина, я не то, чтобы уверена, а я просто точно знаю, можно сказать, что она появилась до «Черного квадрата». Посмотрите, какая она сложная, посмотрите, как немного элементов. Малевич впоследствии, когда он будет выстраивать логически историю развития, историю супрематизма, все вот эти работы, и эту в том числе, он отнесет уже к какому-то там третьему, четвертому этапу. Он вообще, как вам сказать, волевым образом пересоздавал историю, свою биографию, и в этом он тоже был первопроходцем. Если хватит времени, объясню, почему. Вот эта вот работа, посмотрите на нее, и вот эта вот работа. Причем вот эта работа явилась ему в мае 1915 года, можно сказать, число почти, 20-го там где-то числа. В один прекрасный момент он, так сказать, в общем-то понял, не понял, что эта работа уже не имеет никаких связей с иллюзорным предметным миром. Она является чистым творческим актом, и она, в данном случае художник становится равноправным с природой, потому что он создает что-то, чего не было в природе, он создает это своим креативным даром. Почему не было в природе? Потому что правильные геометрические формы, правильные геометрические формы, конечно, там человечество с ранних формов там обобщает, генерализирует, там, я не знаю, гора — это треугольник, этот самый, как это называется, солнце — это круг, луна — это круг, мы как бы это видим. Вот с квадратом совершенно другая история. Почему квадрат, к которому мы подъедем, вот почему квадрат такая удивительная, удивительная форма, и почему ученый квадрат — такое уникальное произведение искусства. Малевич делает эту картину почти одновременно с рисунком, и для него выход к вот этой абсолютной беспредметности, он понимает, что что-то невероятно важное произошло в искусстве, и тут, как всегда у мусских авангардистов, ему важно закрепить свой приоритет. Закрепить свой приоритет — это надо, как вам сказать, опрокинуть произведение в клуб истории. В это время Матюшин собирается переиздавать либретто «Победа над солнцем». Вернее, он собирается делать такой альфон, где будут картинки, где будут его партитура и его партитура. И Малевич понимает, что если поместить рисунки в этой книге, а опера всем известна, что это 1913 год, то, значит, вот таким образом создание супрематизма будет... Ну, еще нету слова «супрематизм». Создание вот этого беспредметного искусства будет относиться к 1913 году. Он делает этот рисунок и отсылает его Матюшину, здесь написано «Задник, второй картины, акт самой Победы над солнцем». Он его отсылает 27 мая 1915 года. Он отсылает Матюшину и пишет ему письмо, что я посылаю вам рисунок, это повторяет, что это, так сказать, он относится к тому месту Мобили, где происходит самая победа над солнцем. Я думаю, этот рисунок будет иметь большое значение в живописи. То, что было сделано интуитивно, дает поразительные плоды. На протяжении 20 века публикаторы этого письма, оно было опубликовано там дважды, трижды, они относили эти слова Малевича к черному квадрату. Ну, я архивная крыса, и я очень внимательно отношусь к документам. И в ходе своей работы я поняла, что вот это письмо относилось не к черному квадрату, оно относилось именно к этому рисунку и к этой работе. Потому что черный квадрат появился у Малевича 8 июня 1915 года. И явление черного квадрата было совершенно ошеломительным. Такое впечатление, что он просто спланировал на Малевича. У Малевича не было времени ни приготовить чистый холст, ни, так сказать, как бы это самое. Он написал черный квадрат поверх композиции, которая уже стояла перед ним. И со временем в кракелюры, в кракелюры стала проглядывать вот эта композиция, которая лежит под черным квадратом. Само явление черного квадрата сопровождалось абсолютно мистическим актом такого, знаете, наивысшего напряжения, такого озарения. Когда много позднее у Малевича спрашивал, Бакушинский, пока историк искусства, что он испытывал, когда он писал черный квадрат, Малевич сказал, что, говорил, что у меня по полотну все время проходили огненные волни. Он не мог ни есть, ни пить, ни спать целую неделю после создания этого черного квадрата. Он понимал, что через него явилось что-то великое. Но что это такое? Вот раскрытию тех смыслов, которые были в черном квадрате, Малевич посвятил свою всю оставшуюся жизнь. Он сам называл черный квадрат ядро с присуганных смыслом. И размертывание вот этих вот смыслов была посвящена его жизнь. Я всегда там объясняю людям, которые совершенно справедливо говорят, а что это такое? Мой ребенок нарисует в зал просто там 3-летний, 4-летний, 5-летний. Все правда. Все правда. Любой человек на Земле, начиная с двух лет и кончая в 90-х, любого вероисповедания, любой национальности, любого пола, можно писать черный квадрат. Это форма анонимная, это форма всеобщая. И у черного квадрата есть автор. У черного квадрата мы все знаем, что его автор Косимир Малевич. Это вот только те два полюса, которые есть сразу в этой работе. А дальше начинаются просто какие-то удивительные вещи. Белый цвет — это все цвета мира и весь цвет мира. Это белый цвет. Черный цвет — это отсутствие всех цветов и всех цветов. То есть в этой форме Малевич сразу дает формулу вот этих вот полюсов, которые существуют не только в мире, но и в нашем восприятии. Цвет, свет и полная тьма. Полная, полная. Квадрат, я вам говорила, что почему квадрат такая удивительная форма? Потому что это произведение человеческого интеллекта. Я понимаю, что можно сказать, что есть в кристаллах вот эти вот квадратные формы. Но это вещь, которая не дана нам в опыте. Квадрат — это форма, которую изобрел человеческий интеллект. Квадрат — форма абсолютно равнозначная. То есть у него нету герхониза, у него нет левого, правого, у него нет иерархии. Потому что треугольник — иерархия, крок, он вообще описывал квадрат. Я вам говорила о том, что треугольник — это генерализованная форма, допустим, гор. Крок — это, допустим, луна. Квадрата нету ни на небе, ни нигде, так сказать, в простой нашей жизни. Квадрат дает удивительную свободу воспринимателю, то есть зрителю. Вы понимаете, то, что вы думаете о черном квадрате, правильно. Вот любой человек, что он говорит о черном квадрате, что он думает о черном квадрате, это все правильно. Потому что это имеет отношение к тебе, к твоей жизни, к твоей биографии, к твоему пониманию всего на свете. И ты это проецируешь. Квадрат — он еще и такой экран. Все, что я вам говорю, имеет отношение к, как Мариевич называл, пространству человеческого черепа. То есть вот эти вот все положения, а там у меня еще целая куча есть. У меня просто есть такой текст, который я называю «Песня о черном квадрате». И там я много говорю, что такое черный квадрат. И понимаете, что получается? Что вот человек, который стоит перед первым квадратом и говорит, ну черт знает что. Вот это вот говорят, что искусство. И, например, я каждый раз, когда я вижу первый черный квадрат, а их пять было, первый черный квадрат у нас здесь, вот приходится, висит теперь. То есть, ну я просто как этот соленой стол стою, потому что, ну для меня он совершенно магическое значение имеет. И для Малевича он имел магическое значение. Я вам говорю, он развертывал его смыслы на протяжении всей жизни. А в Библии есть замечательный образ. Это листвица Иакова, это восхождение от профанного уровня к сакральному уровню. И это все есть в этой картине. То есть, профанный уровень прекрасен, но сакральный уровень ней тоже есть. И вы восходите по вот этим вот, вот этим ступеням. Он выводил, Малевич, выводил из черного квадрата потом все. Он выводил свою архитектуру, он выводил свою философию. На основе этого встроилась его педагогика. И в конце жизни, когда он подписывал маленьким черным квадратом свои реалистические работы, это тоже были выводы из черного квадрата. Вот я вам показываю рентгенограмму. Какое счастье, когда у Малевича была выставка в 1929 году в Третьяковской галереи, первая персональная выставка, он увидел, что он начал его, его, ну как бы это самое, ну как называется, реставрировать. А потом бросил это тело и написал такого же размера другой черный квадрат. Хотя, сразу после явления черного квадрата он понимал его амбивалентность. То есть, опять же, я говорю, это черный квадрат, это поразительная вещь. Вот черный квадрат, это картина, да, черный квадрат, это знак. Черный квадрат вы можете, как потом делал сам Малевич, черный квадрат на фарфуре, черный квадрат в графике, черный квадрат и писали его ученики. И, например, Ефим Роек по заказу Харджева писал черный квадрат два года. Человек два года писал черный квадрат. Понимаете, на самом деле это бедная вещь, да, концентрированная и напряженная со страшной силой. Я иногда шучу, но я на самом деле иногда просто... Ну я вижу разницу между черным квадратом, просто черным квадратом, который нарисовал трехлетний ребенок, и черными квадратами Малевича. Да, я хочу вам сказать, что вот этот раш, который был у него, он сказывал, там фактура потрясающая, и там есть отпечатки пальцев Малевича. То есть он его писал просто вот в состоянии вот этого экстантического напряга. И почему я знаю теперь дату состояния черного квадрата, и я просто этим, можно сказать, гордам. Потому что вот этот вот конверт находился в архиве Харджева, многие люди его видели. И только когда я прочла эскизы Малевича в копере «Победа над солнцем», а я знаю, что он ему послал, вы помните, я вам показывала эту картинку? Это один рисунок, который он ему послал. И он в письме пишет, я вам посылаю один рисунок. Здесь он посылает три рисунка. И есть письма этого времени, два письма, которые он послал, сопровождая этот черный квадрат. Они поразительные по разновой, ну как он пишет о черном квадрате. И когда я увидела этот штаб, 9-е, 6-е, 15-го года, то судя по тому, какой экстаз, какой ажиотаж владела Малевичем, это письмо улетело буквально на след, то есть не буквально, а просто на следующий день. И Малевич уже пишет о том значении, которое этот черный квадрат будет иметь. Он интуитивно это предпочувствовал. Я хочу вам сказать, что сейчас у нас 1900 год, 2012 год, ровно через три года будет 100-летие черного квадрата. И еще удивительная особенность этого произведения искусства. До сих пор оно вызывает ярость, неприятие и вообще, как вы сказали, ну такие горячие чувства, какое ни одно произведение, которому 100 лет, таких чувств не вызывает через 100 лет. Черный квадрат вечно актуален, вечно актуален. Я не знаю, насколько, сколько времени будет длиться его актуальность. Ах, Малевич сразу понимает, уже после этого черного квадрата, что что-то, то есть он создает целое течение, целое направление. Это не тема этой лекции, рассказать вам, как в штыки восприняли его открытие собратья, авангардисты, которые отказались признать в черном квадрате произведение искусства вообще. Малевич делает вот эту экспозицию, это выставка, последняя футуристическая выставка картин 010, которая открылась в декабре 1915 года в Петрограде. И здесь черный квадрат возносится в красный угол, потому что Малевич где-то с самого начала понимал, что эта работа имеет такой же исток, как иконы. Дело в том, что в иконах все, что происходит в иконах, это имеет отношение к чистому умозрению. Но мы знаем, что это не Флоренского, а Дорбецкого. Умозрение в красках. Определение хом — это умозрение в красках. Вот супрематизм Малевича — это чистое умозрение. Вы понимаете, в чем дело? Вот почему еще это произведение имеет такое фантастическое значение для развития культуры? До эпохи Возрождения, как мы знаем, господствовало искусство религиозное, господствовало искусство символическое. Художники Возрождения открыли глаза и увидели мир. Они пощупали мир, они увидели эти краски, они поставили человека в центре Вселенной. Все стало вращаться вокруг человека. И человек с его питью и чувствами был господином природы. Наступает 20 век, и мы не господа природы. Мы не можем постичь мироздание. Мы до сих пор не знаем, как устроено Вселенное. И никогда не будем знать, как устроено Вселенное. Мы не боги. Снова происходит вот этот фантастический слой. Людям в Чернобыле нельзя было объяснить, почему там нельзя жить. Голубое небо, солнце, красивая растительность и смерть разлита в воздухе. Потому что мы знаем это разумно, что там смерть. 20 век перемирнул. То есть не то, что повернул. Снова человеческая цивилизмация повернулась к вот этому символическому этапу, когда все происходит в виртуальном мире, когда все происходит в нашей новой. Когда мы смотрим на монитор, и что? Это да, это прекрасный мир. Ну, это иллюзорный мир. И мы с ним вступаем во взаимодействие исключительно с помощью нашей головы. Понимаете? Мы его не пробуем. Мы же знаем, что такое ути в, простите меня, в сети. Это все отрезать всякие связи с окружающим миром. Вот мы стоим сейчас перед лицом вот этой действительности. Казимир Малевич своим черным квадратом показал, что да, открывается новая эпоха в истории человечества. Он был очень последовательный человек. Черный квадрат, потом три стадии развития черного квадрата, выход к распылению форм, потому что Малевич называл белое пространство своих полотен, космическое бездно, белое бездно. В белой бездне господствуют законы энергетики, законы напряжения. Вот это напряжение, вот эта энергетика, она разъедает форму, она разъедает форму. Малевич называл это распыление. То есть вот эта вот энергия внедряется в эту форму. И что происходит? Она съедает, она съедает свет. Его, это я хочу сказать, что как всегда Малевичу все было интуитивно. Он пишет эту работу в 18-м году. Посмотрите, что происходит здесь на заднем плане. Мы видим эту форму? Вот это белое на белую, да? Вот это белое, Малевич еще не понимает, что с ним происходит. Когда он выходит к белому супрематизму, это середина, это июнь, июль в 1918 году. Вы видите, он делает эту белую форму. Он делает еще одну белую форму. Это знаменитый белый квадрат, потому что он говорил, что три ступени развития супрематизма, черный квадрат, красный квадрат, белый квадрат. Он делает белый квадрат. И он последователем до напряжения энергии съедает цвет, а потом съедает эфрон. И свою первую монографическую выставку, которую он сам готовит в 1919 году, в октябре, но она открывается в марте 1920 года, он заканчивает пустынью острову, просто белыми полостами, загрунтованными. Этот жест был настолько радикален, что рецензенты, которые писали, там две рецензии, Сидорова и Эфросова. Они просто в этом дело не врубились. Ну, что такое, пускай холст. Когда мне впервые об этом сказал ученик, Малевич Левман, это было довольно давно, я ему не поверила, потому что я подумала, ну, Левман это уже конец, конец 80-х годов, и он человек архитектор, он образованный, и я решила, что это опрокидывание, знаете, вот каких-то вот этих вот концептуальных вещей туда. Потом я нашла все подтверждения. Более того, через много лет я нашла самих текстов Малевича, подтверждение того, что он очень хорошо понимал, что он делает. Этот текст не опубликован до сих пор, но цитаты его. Обычно применим в общежитии говорить, так здесь ничего нет. Давайте скукавычку. Как же ничего нет, когда ясно, холст окрашен в белую краску. Следовательно, он уже не пустая вещь. Если в ряду супрематических построений цветных плоскостей есть плоскость, которая закрашена в один тон белого, то, очевидно, она имеет в целом какое-то значение. Если это какое-то значение неясно человеку, то просто неясно, потому что он не в курсе дела. Но если этот человек на этой плоскости увидит два цветных пятна, то он уже почему-то считает, что в этом холсте что-то есть. В действительности, как первое, так и второе, для него неясны. Следовательно, он считает, что в белом полотне ничего нет. Но этого сказать нельзя. Если бы в белом холсте ничего не было, то никакого вопроса или негодования оно бы не вызывало. Ну так, еще быстро скажу, что вот эта идея, то есть опять вы видите, что просто пустое полотно это тот экран, перед которым стоит зритель, и на котором он проецирует все, что он имеет сказать о жизни, об искусстве, вообще обо всем. Понимаете, это экран, перед которым ты стоишь. И это любимая идея Малевича, которую черный квадрат он называл. Он говорил, что эта форма, это ничто, в котором содержится все. На самом деле, это, так сказать, эта форма была философская, но Малевичу было дано проартикулировать это положение фантастически разнообразно, потому что все, ничто, равное все, это черный квадрат, это пустой холст. И когда я увидела давным-давно и это опубликовала, в его архиве на пустом листе бумаги, это 1923 год, человек написал цель музыки молчания. Вот это футсиненно я вам показывала. Цель музыки молчания на 1923 год. Джон Кейдж пишет свое знаменитое 4 минуты и 33 секунды, начиная с 1948 года по 1952 годы. 4 года он пишет эту пьесу. Малевич пишет это в 1923 году. И это ни для кого не известно. Поэтому, я опять повторяю, что у нас творца такого масштаба, как Малевич, не было. Я могу его сопоставить, и это не мой фабриотизм, только с Леонардо да Винчи. И отходя все время как бы дальше и дальше от Малевича, он как, знаете, как сам настоящая большая гора, которая близко, как бы ты не понимаешь его масштаба. А чем дальше, тем больше ты понимаешь его уникальность. всё. Я многое решила.